Культ, 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 культ. На часах 12 часов и 5 минут программа о культурных мероприятиях города Кирова начинается. В это мгновение на волне 101.0 слушать и смотреть вы нас можете также на сайте радиостанции Кировград, в нашем сообществе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Вас традиционно в этот день приветствует Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. 20 января сегодня. Напоминаем, сегодня у нас очередной интересный гость. И мы будем говорить в том числе о мероприятии, которое состоится у нас через несколько дней. Связано оно, это мероприятие с выдающейся, легендарной личностью. И вот сама, собственно, жизнь подсказывает о том, что надо бы напомнить об этой дате. Ну, сейчас обо всем будем говорить подробнее. Нашу гостю представим давайте. Сегодня с нами в студии заместитель директора централизованной библиотечной системы города Кирова Татьяны Борщева. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да. Мы привязываем в первую очередь Татьяну Анатольевну к библиотеке имени Пушкина, которая находится на Преображенской, 74, совершенно недалеко от нашей студии, от нашей редакции. И говорить будем о мероприятии, которое состоится именно там, в Пушкинке. Да. А почему Пушкинка? Вот сейчас мы пытались выяснить до начала эфира у Татьяны Анатольевны, потому что библиотека имени Пушкина является главным офисом вот этой централизованной городской библиотечной системы. Все верно. Все верно. Все. Расставили точки над «и», все, не отвлекаемся. Что за мероприятие мы сегодня будем освещать? Светлана, напомните, пожалуйста. Так. Нас очень заинтересовало мероприятие, которое состоится в библиотеке Пушкина 26 января в 17.00. Ожидается литературно-музыкальный квиз «Я жив, снимите черные повязки», посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Да. Вот. Но я знаю, что это мероприятие не единственное. Вот. Мы поговорим обязательно обо всем. Начнем с него. Начнем, конечно, с него. Сразу скажем, возрастное ограничение у мероприятия 12+. Как родилась идея такого квиза? Я большой поклонник интеллектуальных квизов в нашем городе, поэтому с радостью увидела новость, эту новость, и хочу узнать поподробнее. Вы знаете, уже на протяжении, наверное, последних двух лет, особенно когда сняли ограничения после... Ковидные. Да, ковидные ограничения. И библиотекари начали... То есть встал вопрос, как, чем завлечь читателей, потому что прошел очень большой перерыв, меньше, конечно, стало ходить после вот этих вот ковидных ограничений. И библиотекари начали придумывать новые формы. И вот такая форма, как квизы, квесты... Ну, что такое квиз, да? Викторина. Это, в принципе, викторина. Викторина. Викторина, да, но с таким вот новомодным... Викторина названа таким новомодным словом. Ну, если назовешь викторина, может быть, не придут. Может быть, не придут. А если квизы... Да, тем более квизы, они очень популярны сейчас в молодежной среде. И у нас уже, как я начала говорить, с открытия прошло уже очень много самых-самых различных квизов. И молодежь активно участвует в них, собираются команды, играют, получают за... Ну, победители получают и какие-то поощрительные призы, дипломы, сертификаты и так далее. То есть эта форма мероприятий очень интересна. У вас они бесплатные? Да, у нас они бесплатные. Но, как вы знаете, ведь сейчас еще существует и пушкинская карта, и библиотеки тоже активно как бы включаются в работу пушкинской карты. То есть часть мероприятий у нас пойдет по пушкинской карте, вот, и в том числе эти же самые квизы. Ну, а так они у нас, да, они у нас бесплатные. Как это, в библиотеке имени Пушкина без пушкинской карты обойтись? Да, конечно. Все логично. Да, итак, это мероприятие 25 января, известно... Нет, я имею в виду про 85-летие Владимира Семеновича. 25 января Владимира Семеновича могло бы исполниться 85 лет. Да, да. Собственно, вот к этой дате мероприятия это и будет приурочено. Кстати, вспомнилось мне накануне, зная, что мы эту тему сегодня будем обсуждать, мы ранее, несколько лет назад поднимали тоже, по-моему, тоже юбилейная какая-то дата была. Может быть, 80-летие даже. И на вашем буквальном месте в нашей студии находился друг и одноклассник Владимира Высоцкого, Игорь Кахановский. Он тогда приезжал с творческим вечером. Вечером я ходила на этот творческий вечер. Да, да, да. Вот такое совпадение. И снова мы возвращаемся, собственно, к этой теме, потому что тема вечная, мне кажется. Конечно, конечно. Итак, в чем суть будет заключаться? Ну, суть этого литературно-музыкального квиза будет заключаться в том, что мы сейчас собираем команды, команды собираем до шести человек. Может быть, кто-то заявится, может быть, один, может быть, два. Ну, вот посмотрим, сколько у нас. У нас уже есть, кстати, одна команда, уже в полном составе, шесть человек. Итак, шесть раундов, и вопросы будут легкие, посложнее и, конечно, самые сложные. Ну, тут, понимаете, тут принцип, может быть, кто-то смотрел и смотрит «Своя игра», есть такая программа на НТВ. Вот модель вот может быть такого, то есть там 10, 20, 30. Выбираете категорию, сложность, вот такого плана. Да, да, да. И понятно, что вопросы будут посвящены и жизни, и творчеству Владимира Высоцкого, и его ролям в театре, в кино, его друзьям, его любимым женщинам. То есть вот мы, охват у нас будет такой большой. Ну, у нас же в рамках культпохода тоже квиз присутствует, да, элементы хотя бы. Мы тоже задаем вопросы. Я думаю, что мы потренируемся сегодня, да, какие-то вопросы будут примерно вот на уровне того, что 26 числа прозвучит в библиотеке имени Пушкина. Да, но вот может быть особенность вот еще вот нашего имени, именно квиза в том, что мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении наших известных кировских музыкантов. Я просто назову фамилии. Это члены жюри Всероссийского фестиваля Гренландия, наши постоянные участники и гости мероприятия. Это Александр Кулев, Наталья Мазеева. Кроме того, выступят у нас и молодые уже начинающие исполнители, например, Алена Трубинцева. Она студентка колледжа искусственника Зенина, лауреат Грушинского фестиваля 2020, лауреат Гренландии 2018-19-2022 годов и так далее. У нее очень много лауреатства. А еще предполагается Антон Юдинцев, он автор и исполнитель, рок-музыкант, участник группы «Адален». То есть вот такие вот пока у нас такой круг музыкантов. Но я думаю, что вот за недельку может быть еще кто-то к нам присоединится. И вот такое живое исполнение. То есть будут, во-первых, и музыкальные вопросы, то есть, ну, например, играя на гитаре, там, что за песня. Угадайте, пожалуйста, что за композиция. Да-да-да-да-да, что за композиция. Музыканты сами готовят на свой выбор, на свое усмотрение песни? Да, музыканты готовят. Какой-то список дали, обсудили. Нет, 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 это абсолютно им. Просто они единственное потом, ну, присылают мне посмотреть, чтобы, главное, не совпали песни. Вот, а так это на их усмотрение. То есть это по душе. То есть что им нравится, что они поют из Высоцкого. Ну, там уже про творчество Высоцкого можно разделить на несколько, на разделы, да? Ну да, естественно, конечно. Остро-социальные, лирические. То есть или спортивные песни, да, там, альпинистские песни. Очень хорошо, когда ты знаешь тему, да, и можно приготовиться к этой игре. Вот, если, ну, вот, я думаю, что современные школьники, среди современных школьников есть такие, кто, ну, совершенно незнаком, да, с творчеством Владимира Высоцкого. Могут ли они прийти? Я думаю, что... Я думаю, что, во-первых, у нас вход свободный. То есть команды будут играть. То есть те команды, которые соберутся, они будут играть, и у нас будут зрители, которые могут смотреть за процессом, которые могут слушать. Которые придут на красивый музыкальный вечер, да, еще и узнают дополнительное из вопросов о жизни. Да, из вопросов о творчестве, о жизни Владимира Семеновича. Кстати, возраст участников, членов команд 12+, возрастное ограничение у самого мероприятия, а команды? А возраст участников, а команды здесь нет возрастного ограничения. Ну, то есть школьники, студенты, люди взрослые, взрослые. Школьники захотят испробовать свои силы, показать в знании жизни и творчества Высоцкого, пожалуйста. Потому что, вот скажу еще, могут быть студенты, например, потому что перед Новым годом я провела несколько мероприятий, таких вот бесед о Владимире Высоцком как бы в преддверии для студентов нашего колледжа, который находится на, ну, бывший, раньше кулинарно назывался, сейчас у него очень длинное название. Это рядом с сельхозакадемией тоже бывший? Нет. Нет? Рядом, это на Московской. А, понятно. На Московской, да-да-да. И ребята, кстати, они очень живо, ну, слушали, внимательно. Там была, знаете, какая у меня тема, 60-е, 70-е годы глазами, песнями, стихами Высоцкого. То есть тут вот как бы такие... То есть какое отображение получила та эпоха в творчестве Владимира Семеновича? Да, в творчестве Высоцкого, да-да-да. И они, кстати, очень живо отвечали на вопросы, знают... Сразу первым вопросом у меня был, знаете ли вы, кто такой Владимир Высоцкий? Все отвечали буквально, что да-да-да, знаем, естественно, это... Ну, в первую очередь называли, что это актер, понятно, но называли, что это поэт, музыкант и так далее. Поэтому знают и могут присоединяться. Я говорю, что возраст здесь, в принципе, не важен. Что победители-то получат в итоге? А победители получат... Ну, это, наверное, будет все равно пока такая тайна, потому что однозначно победители получат дипломы и памятные призы, конечно же, связанные с Владимиром Высоцким. Может быть, по ходу идея просто приходит, может, если время позволит, почему бы открытый микрофон не предусмотреть в рамках мероприятия, чтобы все желающие зрители могли что-то прочесть или исполнить? Мы это даже предполагаем. Почему? Потому что в конце квиза, когда мы уже поздравим победителей и так далее, состоится импровизированный все равно концерт и, конечно, открытый микрофон, пожалуйста, подходите, читайте стихи, кто-то может исполнить песни и так далее. Еще раз напомним, когда состоится мероприятие? Мероприятие состоится 26 января в 17.00 в Центральной городской библиотеке имени Пушкина по адресу улица Преображенская, 74. Напомним, что мероприятие называется «Литературно-музыкальный квиз. Я жив, снимите черные повязки», посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. И, я думаю, можно ведь и номер телефона озвучить, 22-48-36, потому что регистрация команд все-таки предусмотрена. Да, и где можно зарегистрироваться еще? Можно зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте Пушкинка-Вянка в группе, можно по телефону. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь любыми доступными для вас способами. Но это не единственная тема, о которой мы хотели сегодня поговорить, связанная именно с Пушкинской библиотекой. Да, действительно, мы погрузились в работу Пушкинской библиотеки, узнали, что у вас очень много проходит мероприятий, очень интересных. И даже узнали, что библиотека является победителем фонда культурных инициатив, и у вас реализуется очень интересный грант, который называется «Пушкинка-Арт». Расскажите о нем поподробнее, какие возможности этот проект дает нашим жителям города. В 2022 году, да, библиотека получила поддержку президентского фонда культурных инициатив на реализацию данного проекта. Креатив-клаб «Пушкинка-Арт». Реализация проекта, она позволила создать, во-первых, креативное пространство для досуга, самореализации, самовыражения, молодых талантов. То есть это какая-то комната, да, для общения? Даже не сколько комната, сколько, если кто-то бывал у нас в библиотеке Пушкина, у нас есть большой просторный, большой зал, то есть там мы проводим различные такие крупные мероприятия. Есть такой застекленный зал с оборудованными тоже местами, то есть вот там можно собраться. То есть вот эти два основных такие помещения для того, чтобы прийти, провести свой досуг и так далее. Конечно, этот проект был в первую очередь рассчитан на молодежь, чтобы, ну, как бы, как говорят, библиотека – это у нас третье место, да. То есть пришли, отдохнули, провели свое свободное время. Кроме того, в стенах Пушкинской библиотеки нам удалось открыть студию звукозаписи именно для тех, кто готов представить результат, кто готов представить свое творчество – музыку, песни, стихи и так далее. И хочу сказать, что у нас уже записаны и музыканты, и поэты. Их записи выложены на сайте Центральной городской библиотеки имени Пушкина под баннером как раз «Пушкинка.Арт». Там можно посмотреть вот эти молодые таланты. И эти молодые таланты как раз, кстати, 24 января в 17.30 мы подводим итоги реализации данного проекта. И как раз в рамках вот этого будут представлены результаты работы. И состоится концерт вот этих вот талантливых молодых музыкантов, чье творчество было записано в студии звукозаписи. Но я назову только несколько лиц. Это вот Антон Юдинцев, группа «Адолен». Там повторяются музыканты, которые мы сегодня уже озвучили. Да-да-да-да. Александр Найт, Александр Кудрявцев, Антон Смёрдов – это наш поэт кировский. Александр Воронин – вот они исполнят свои стихи, авторские песни. А, свои. Да, конечно. Как раз я хотел уточнить, что за материал-то они исполняют. Нет-нет-нет, это все авторское. Это все авторское, да-да-да. То есть поясним, что теперь в библиотеке имени Пушкина есть своя звукозаписывающая студия. Если вы обладаете каким-либо талантом, вы можете обратиться в библиотеку. И пока действует проект, поддержка гранта, это можно сделать даже бесплатно. Это можно сделать бесплатно, да. Это здорово. Здорово. Сейчас очень много людей даже смотришь в соцсетях. Я надеюсь, что нас слышат сейчас. Да, и записи мы публикуем. То есть, ну, сейчас, наверное, это уже куда-то ушло в прошлое, да, когда мы записывали диски и так далее. Сейчас все у нас прозрачно. Можно опубликовать на сайте, можно опубликовать ВКонтакте. И вот эти записи тоже у нас продублированы и на сайте Центральной городской библиотеки, и в группе Пушкинка-Вятка. Доступ на это мероприятие тоже будет абсолютно открытый, да? Конечно, да, бесплатный. Это 24 января, 5 вечера, в 17.30. 12 плюс тоже возрастное ограничение. Если у нас есть еще возможность пообщаться до начала нашего квиза, да, в рамках программы Культпоход, когда Татьяна Анатольевна будет задавать вам вопросы, наши слушатели, если смотреть в более отдаленное будущее, какие знаковые мероприятия, проекты еще запланированы на базе Пушкинской библиотеки? Ну, проектов, ну, проекты, мероприятия, можно назвать так. Конечно, мы готовимся уже к юбилею города, но пока я хочу сказать о том, что у нас ведь еще в 23-м году еще один юбилей, это 150-летие Федора Ивановича Шаляпина, а хочу сказать в феврале, и городские библиотеки, и вообще учреждения культуры уже тоже вплотную готовятся к этому мероприятию, к этому событию, не мероприятию, а событию. Но почему вот я говорю о Шаляпине? Потому что, как я уже сказала, что у нас централизованная библиотечная система. Ну, вы все одна команда, можно сказать. Да, мы одна команда, и у нас библиотека имени Горького, и в ней есть шаляпинская, уникальная шаляпинская гостиная, коллекция которой, основа этой гостиной, это коллекция нашего авиатского краеведа, журналиста Бориса Васильевича Садырина. И поэтому у нас вот это вот еще знаковое событие. Давайте напомним, по какому адресу находится эта библиотека, кто желает заглянуть, узнать. Если я... Октябрьский проспект... Сейчас будем посматриваться, не зря же человечество интернет изобрело. Итак, это библиотека... Библиотека номер 18, имени Алексея Максимовича Горького, город Киров, Октябрьский проспект, 12. Сейчас найду, уточню. Точно назовем адрес. Да, Октябрьский проспект, 12, все верно. Да, библиотека имени Горького, библиотека номер 18. Но мероприятия по... Вот начинаются... Кстати, мероприятия по Шляпину начинаются в библиотеке Пушкина 27 января. Какой январь у вас насыщенный. Да, у нас январь очень насыщенный. Каждый день, я посмотрела, есть мероприятия каждый день. И не по одному мероприятию. Принято считать, что после новогодних каникул там весь январь народ приходит в себя, а тут смотрите, как у нас насыщенно все. Так вот, 27 января в 16.30 тоже в Пушкинке состоится встреча в клубе у Камина. И она будет носить название «Неподражаемый Шляпин». Посетители, каждый желающий, не только посетители клуба, смогут посмотреть документальный фильм «Шляпин. Голос времени» 2011 года. О судьбе, о перипетиях, судьбы, личной жизни, творческом пути Федора Ивановича. Ну и возрастное ограничение, смотрю, на сайте библиотеки тоже 12+. Да, да, да. Мы просто обязаны сообщать официальную маркировку, да, эту возрастную. Уже привыкли к этому уже. Так, дальше, если смотреть. Так, если смотреть дальше. К весне уже ближе. Ближе к весне. Ну, к весне у нас традиционно, вот в прошлом году, конечно, была в мае, а так традиционно в апреле проходит «Библионочь», всероссийская акция. Вы в ней участвуете. То есть мы обязательно участвуем уже на протяжении, наверное, ну, с 15-го, с 14-го года, это точно. То есть уже около 10 лет. И какие у вас мероприятия проходят в рамках «Библионочи»? В рамках «Библионочи» проходят самые разные мероприятия и спектакли, и даже квесты, и мастер-классы, и какие-то театрализованные представления, естественно, концерты, и какие-то интерактивные лекции, беседы и так далее. То есть мы приглашаем, и даже работают мастера... Мастер-классы? Мастер-классы, да. Ну, я не знаю, самые-самые-самые разные по форме мероприятия. Большой спектр, да. Обычно «Библионочь» проходит в мае месяце, если не что-то. Нет, она проходила в апреле, там третья суббота, по-моему, апреля, но в прошлом году к общероссийскому дню библиотек, вот ее как бы приурочили к этому, к этой дате, и она прошла у нас в мае. То есть в этом году мы ждем это событие в апреле? Ну, ждем или вот как будет, не знаю, мы сами еще пока в таком состоянии, не знаем, или это будет апрель, или все-таки уже сделают традиционно май. Ну, раз уж про май заговорили, тут недалеко и до первого летнего месяца, 6 июня, видимо, знаковая. Пушкинский день, конечно, и точно так же проходят и литературные различные игры, и какие-то такие и познавательные игровые программы, и, опять повторюсь, и спектакли. Но, что самое интересное, мы не только на своих как бы силах работаем, да, мы приглашаем очень-очень много людей, у нас есть очень партнеров много, и вот стараемся каждое такое мероприятие, ну, под разнообразить, то есть не то, что там библиотекарь стоит, как-то у нас, может быть, стереотип какой-то сложился, да, стоит там по бумажке что-то читает. Нет, мы стараемся разнообразить наше мероприятие и используем самые-самые различные формы. 6 июня, это еще и день русского языка, да, как известно, отмечается. Кстати, в последнее время мы много говорим о подготовке к 650-летию Кирова, но ведь не надо забывать, что в приложении к Александру Сергеевичу 2024 год, он тоже круглая дата, 225 лет со дня рождения. И у нас уже в планах, у нас уже в планах стоит проведение Пушкинского фестиваля, он, скорее всего, вот мы просто сейчас еще не думаем о площадке, но я думаю, что мы эту площадку можем сделать перед нашей библиотекой, то есть там будет выступать на улице, перекроем участок улицы, у нас уже был такой опыт. У нас уже был такой опыт и был тоже такой книжный фестиваль, и, ну, мы, конечно, мы просили разрешения, это, естественно, вот. Выступления творческих коллективов, я снова могу повторяться, там и мастер-классы, и игры, и всевозможные, то есть, и, как вам сказать, концерты. Это будет на открытой площадке, что-то будет в стенах библиотеки, то есть вот такой вот будет фестиваль, и я думаю, что он будет, наверное, не один день, а мы его можем сделать и растянуть на несколько дней, потому что это, конечно же, юбилей нашего великого поэта русского. А, кстати, в 650 лет Кирову в отношении библиотеки имени Пушкина есть какие-то планы? Ну, что, что, не знаю, какой-то подарок сделать в библиотеке, пополнение фондов, не знаю, ремонтные работы, если уж говорить о лирике жизни. Ремонтные работы — это наша боль. Ну, не будем о грустном, планы. Вы всегда надеетесь, я знаю, что будут лучше. Хочу сказать, что на базе нашей библиотеки работает культурно-познавательный туристический центр. Особенность его в чем? Ну, так как у нас есть информация, мы ее можем обработать, отредактировать и систематизировать, и предоставить каждому желающему, даже вплоть до туристу и так далее. То есть у нас есть определенные базы данных. То есть практически работаете как центр туризма? У нас есть база данных по достопримечательности города. У нас полминутки, прошу прощения, до рекламы. Да-да-да. Вот, и в рамках этого центра мы запускаем в этом году создание литературной карты города Кирова. Это здорово. Литературная карта города Кирова. А экскурсии? Экскурсии. В рамках вот этого мероприятия, конечно же, у нас пройдут экскурсии. Экскурсии у нас пройдут с интерактивом. То есть выехали. То есть выехали, остановились у места, разыграли сценку и так далее. То есть вот таким вот образом. Подошло время небольшой рекламной паузы, после чего мы начнем задавать вам вопросы, наши слушатели. 211-101, напоминаю номер нашего эфира. У нас в гостях Татьяна Борщева, замдиректора централизованной библиотечной системы города Кирова. Ну а вопросы у нас будут связаны с Владимиром Семеновичем Высоцким. Так что готовьтесь. Давайте быстро сейчас узнаем, какие призы сегодня разыгрываются в культпоходе. И приступим к нашей викторине. Светлана, пожалуйста. Как всегда у нас есть пригласительные в кинотеатр «Смена и дружба» на любой фильм и сеанс. Также пригласительные билеты в галерею «Прогресса» на фото-выставку проекта «Первозданная Россия. Ограничение 6+.» И книги от магазина «Читай город». Екатерина Разуваева «Говорит древний Египет. Ограничение 18+.» Тамара Карташова «Короче говоря, про риторику, влияние и харизму. 16+.» Виржиния Морис «Забота о родителях. Энциклопедия ухода за пожилыми людьми. 16+.» И «Тунхуа. Поразительная на каждом шагу. Алые паруса. 18+.» Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. Итак, внимание. Вспоминаем творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Первый вопрос. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Первый вопрос. Сколько струн было на гитаре Владимира Высоцкого? Ну, не только на гитаре Владимира Семеновича, но и у других музыкантов, которые пользовались именно этой гитарой. Да, но у него, кстати, была не одна гитара, а несколько. С простого вопроса решили мы начать. Дальше будет сложнее. Не рассчитывайте на то, что все будет так легко сегодня в культпоходе. 211-101. Ждем вашего звонка. Звонитесь первым. У вас будет самый широкий выбор из наших призов. Что вы хотите? Билеты, книжки? Пойти куда-то или просто в спокойной обстановке почитать? У нас уже есть ответ. Принимайте звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. На гитаре было семь струн. Правильно. Верно. А может, Александр, еще строй семиструнной гитары назовете в качестве дополнительного вопроса? Что сделать? Строй семиструнной гитары. То есть каждая струна настраивается в определенную ноту. Давайте, давайте, чтобы как-то разнообразить. Хотя бы, хотя бы пару строк. Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг, вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под озалией, день и ночь с восхода до зари, ели в этой солнечной Австралии друг к дружку дну еди карин. Александр, спасибо. Здорово получилось. Приглашаем вас, соответственно, тоже на мероприятие, о котором мы сегодня говорим. И приглашаем в клуб любителей и поклонников творчества Владимира Высоцкого, которые работают в Пушкинской библиотеке. В Пушкинке, да. Что вам подарить, Александр? Что-то книгу там с Египтом связано. Ой, да. О, Светлана на нее положила глаз, да, можно сказать. Да. Верный выбор. Отлично. Книга ваша. Не кладите, пожалуйста, трубку. По традиции передаем вам нашему редактору. Ну и, внимание, следующий вопрос. У нас времени не так много, буквально пять минуток остается. Еще кого-то сейчас успеем осчастливить. Да. Второй вопрос. За почти 16 лет работы в театре на Таганке Владимир Высоцкий сыграл в 14 постановках. Назовите самую известную и любимую Высоцким театральную роль. Театральную, да. Театральную. Заостряем внимание. Не кинематограф, а именно работа в театре. 211-101. Я думаю, что сейчас... Ну, мы-то со Светланой... На нас проверили. На нас проверили эти вопросы. Мы ответили, надо сказать, успешно. С первого раза. У нас уже есть звонок. Да. Как вас зовут? Добрый день. Валентина. Валентина, пожалуйста, ваш ответ... По-моему, роль Арапа Петра Великого. Это кинороль. Это кинороль, да. Мы заостряли внимание. Да, именно театр. Обычно мы даем вторую попытку нашим слушателям. Не изменим своему правилу на этот раз. Давайте еще пытаться. Не знаю. Увы, к сожалению. Да, не знаю. Валентина, тогда мы будем ждать следующего слушателя, потому что вопрос очень такой хороший все-таки. И хотелось бы вспомнить именно от слушателя, услышать эту любимую роль. Давайте еще ждать звонка 211-101. И наш звукорежиссер тоже только что нам произнес. Мы слышали его голос в наушниках. Я думала, мне показалось. Да, он тоже правильно ответил. Есть у нас ответ. Следующий. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана. Я думаю, что это роль Гамлета. Правильно. Ну, конечно. Гамлет, да. Что вы хотите получить за свой ответ? Смену. Билеты в смену. Отлично. Все, не кладите, пожалуйста, трубку. Нашему редактору вас передаем. Ну, и еще один, видимо, вопрос успеем задать. Ну, наверное, вопрос тоже будет. Давайте посложнее. Посложнее, да. Хорошо. Посложнее. По нарастающей идем. В 1966 году два молодых режиссера Говорухин и Дуров, не найдя работы в Москве, решили попробовать счастье в Одессе. Там они сняли суровый романтический фильм о людях, чья профессия рисковать. Высоцкий сыграл роль в этом фильме и исполнил одну из самых известных своих песен. Назовите фильм и песню, прозвучавшую в этом фильме. А еще спойте хотя бы кусочек этой песни. Две строчки. Ну, на самом деле, это тоже не такой уж сложный вопрос получается, да? Я слышу, что там уже пытаются нам дозвониться, и сейчас будем, видимо, уже общаться со слушателем. 211-101. Есть. Алло, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Константин. Видимо, это вертикаль. Правильно. А что за песня? Готовьтесь петь. Скалолазка, наверное. Ну, не совсем это, конечно, песня, да. Не совсем это песня. Ну, тогда друге. Правильно, да. Давайте вместе. Если друг оказался друг, И не друг, и не враг, а так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, Друга в горы, Кини. Возьми. 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 Вискни. Не бросай одного. Одного. Его. Пусть он в связке с тобой. Одной. Там поймешь, кто такой. Вот такой. Да, и Татьяна Анатольевна нам тоже помогла. Константин, да, абсолютно правильный ответ. Спасибо. Да, мы не сомневались, что вы именно верно ответите. Конечно. Передаем вам нашему редактору. Не кладите, пожалуйста, трубку. Звукорежиссер подсказывает, что еще есть полторы минуты. Ну, что, давайте еще один. Ну, давайте тогда еще вопрос. Кому посвящена песня Высоцкого «Она была в Париже»? Вот этот вопрос-то для меня показался наиболее сложным. Да, мы не смогли его взять, да. На языке прям вертелось. Ну, мы-то уже знаем правильный ответ, Татьяна Анатольевна. То есть, скажем, что это не очевидный, да, не первый. Ну, минутку нам, звукорежиссер подсказывает, у нас остается. Если не успеем принять, ну, видимо, не успеем, что уж делать, но обязательно озвучим этот правильный ответ. Могу подсказать, актрисе посвящена песня. Актрисе посвящена песня. Но подумайте. Да, то есть я говорю, это не... Да. Принимаем, да, уже звонок? Алло, добрый день. Сейчас будем принимать. Так, звукорежиссер, я вижу, уже принимает. Так, отлично. Вы в эфире, как вас зовут? Вы в эфире, общайтесь с нами. Алло. Да, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Ирина. 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 Ответ? Я думаю, что это Влади. Нет. Нет, к сожалению. Вот мы тоже споткнулись на этом моменте. Да, да, это вот как раз первый очевидный ответ, который приходит. Если есть еще вариант, озвучивайте, потому что времени уже... Может быть, мы скажем имя и родиться? Ну, ладно, тогда ладно, ладно. А, ну все. Или имя, давайте. Имя, Лариса. Зовут актрису Лариса. Лербей? Нет, к сожалению. Увы, не хватает нам времени выяснить правильный ответ. Спасибо большое вам за звонок. Правильную фамилию сейчас озвучим. Лариса Лужина. Лариса Лужина. Вот такой ответ. Ну, так или иначе, успели мы сегодня много чего разыграть. Благодарим Татьяну Анатольевну, нашу гостю. На этом Культпоход завершен. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»